Апрельские наши приключения. Пошел снег, град или что-то непонятное такое. Что, малыш? Град отпрыгивает. А снег нет, все верно. Вот смотрите, снег, одуванчики, как это вообще все сочетается. Я, кстати, в своей апрельской капсуле. Эть, не люблю, когда язычки уезжают. Очередная попытка поставить уличные панели. Сейчас там Андрей показывает дом, верхний этаж, соответственно, чтобы они посмотрели и сказали, что как. Предыдущие нам все отказывали, потому что у нас такая надстройка есть на крыше. И чего сказали доблестные голландские сотрудники по установке солнечных панелей? Мы тебе туда хоть в солнечный парк херачим, сказали суровые голландские мужики. При том, что остальные отказывались нам ставить туда даже одну панельскую. Да, а эти сказали, что мы туда хоть лунную тарелку, в смысле, хоть инопланетную тарелку посадим. Потом они сказали только что, ну, у нас что-то дома чистенький и кабель-канал не особо предусмотрен, поэтому, видимо, кабель от панели придется пускать по стене, но у нас там есть грузая Брандмауэр. И, короче, есть способы. Окей, мне это сразу напоминает время появления внутренних сетей в МГУ, знаешь, когда по общаге такие, по ГЗ были развешены такие проводки. Да, именно, но нет, потому что эти девочки очень аккуратно, но интересно, что пять компаний до этого смотрели на крышу и сказали, «Эпс, я отгетс, сюда нельзя даже блюдца с чаем ставить». Ай, сказали, да, что они... А как они вылезли на крышу, я видела, что они... Они за секунду развернули лестницу и вылезли на крышу. Я думала, они там как-то через окно лезли, думаю, натоптали у меня в спальне. Нет, нет. Окей. Короче, мне все понравилось. Да. Есть только одна проблема. Я знаю одного человека, который мешает твоему счастью и станет между тобой мечтой о солнечных панелях. Кто же это? Одна женщина, которая хочет, чтобы мы переехали отсюда в туманную Фрисландию. Что? Что? Женщина, это ты? А то, иди, дай. Вообще, я очень радовалась, когда у нас открыли вот такую вот булочную, где без упаковки все продается, но пластиковая штука для закрывания пакетиков, пластиковые пакетики и пластиковые перчаточки. Мы, конечно, в свою тару покупаем, но все остальные-то нет. Не холодно, малыш? Снег идет. Реально снег идет. Во-первых, апрель идет снег, во-вторых, и вода опять босиком в своем репертуаре. Я просто отказываюсь жить в таком климате. У нас то снег, то дождь, то ветер, то солнце. А я что? А ты как обычно? Тебя ничего это не волнует. По- rottench. Ахахаха! Ахаха! КОНЕЦ КОНЕЦ АНДЕРС В общем, у нас стабильно совершенно падает давление в правой передней шине. Мы записались в сервис Теслы, и они сказали, ой, ну мы просто вам поменяем шину на новую за 400 евро. Мы, во-первых, прифигели от цены, во-вторых, решили, что, в общем, выбрасывать шину, у которой просто, скорее всего, какой-то незначительный прокол, это как-то не очень экологично. Вот поэтому мы попробуем в шиномонтаж обратиться просто в обычный, посмотрим, что нам скажут. Но если нет, в общем, есть еще другие разные возможности. У нас, правда, нет ванны, чтобы проверять, где именно прокол. Так что начнем с шиномонтажа, а там посмотрим. Бокалы все еще живы, стаканы. Ничего не оббивается, не смывается. Замбей. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Увлекательный завтрак с папой и мамой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так работают все магазины, иначе магазинам было бы не на что жить Они же должны платить зарплату по гостцам, за электричество, за все, за все А я сижу в маске, потому что боюсь ее забыть Я сейчас еду в магазин по записи Хочу перекрасить коридор Там у нас еще все стены в доме белые Субтитры создавал DimaTorzok 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 Небольшой отзыв по инстапрожектору. Что такое вообще инстапрожектор? Это онлайн-конференция, которую проводит Саша Митрошина. Это блогер-миллионник из Инстаграма. Я, честно говоря, уже так от Инстаграма немножко отошла, то есть я некоторое время прям активно им занималась, сейчас больше сконцентрирована на Ютьюбе, но сейчас здесь в Нидерландах моя подруга Лена, и мы с ней вместе так вот на волне интереса к инфопродуктам, к блогерству и всему такому сели и посмотрели эту конференцию. Это длилось часов 10, кажется, прям целый день, и было тяжеловато, честно говоря, вот прям не отрываясь смотреть, то есть мы на некоторое время, конечно, прерывались. Какие впечатления? Как и для большинства инфопродуктов, мне кажется, что вся эта информация, она, в общем, вполне доступна в интернете. За что мы платим? Мы платим за концентрацию, да, ну что кто-то уже пошел и все это собрал в одном месте, как-то обработал, пропустил через себя, выделил, возможно, весьма субъективно то, что действительно важно, что главное, что не главное, и вот донес до тебя. Ты платишь еще, в том числе, конечно, за какой-то нетворкинг вокруг тебя на подобных мероприятиях физически или онлайн оказываются какие-то другие люди, которые тоже заинтересованы в этих темах, и, соответственно, ты можешь там найти каких-нибудь партнеров и, ну, там, не знаю, продюсера можешь себе найти, можешь найти человека, который будет тебе сториз сделать. Что еще? Сейчас, извините, возьму собаку. Сам формат мне скорее понравился, прикольно, что было в перерывах диджей, ну, то есть все так вот как-то, ну, в общем, чувствуется уровень, организация, все было действительно неплохо, выдержали тайминг, несмотря на то, что на 10 минут опоздали, но вроде на то были объективные какие-то причины. Что мне не понравилось? Вся, ну, то есть чувствуется, что у них там на сцене такая общая тусовка, и они такие ахаха, там, все постоянно обнимаются. В России нет коронавируса, я хотела спросить, или все уже переболели, почему никто дистанцию не держит, или это наоборот, мы тут совершенно уже в Европе отстали от жизни, и на самом деле все по-другому. Но не суть. Я думаю, что, наверное, они соблюдают какие-то рекомендации, которые есть на той территории, на которой они находятся. И то, что они, ну, в общем, слишком, знаете, как-то развязаны, что ли, общались и друг с другом, и с зрителями. Мне показалось, что для такого формата мероприятия материться на сцене, ну, это как-то не очень, ну, то есть это вот то, что меня реально прям затригерило. И еще, ну, вот это вот, знаете, налет вот этого успешного успеха и инфоцыганства, выступал какой-то, я даже не запомнила имя, ну, в общем, выступал какой-то молодой человек, который за, наверное, там, 30 минут выступления, он раз 10 сказал, «Я дофига зарабатываю, я миллиардер, я миллиардер, запомните все, я миллиардер». В общем, это то, что меня отпугивает в инфоцыганстве и вот в этих всех инфопродуктах. И несмотря на то, что, да, я сама тоже там делала курс и буду еще его продавать, это вот то, от чего я хочу быть максимально далеко. Клант Тесла. Очень смешно. Клант Тесла. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok